тишина такая плотная тишина только и бывает что поздней осенью она окутывает тебя со всех сторон или гухонько покачивая вправо влево утешает тишина я остановилась подле высокого куста бледно-розовых хризантем и замерла едва зримо качнулись точно приветствую меня тонкие побеги он держивающий на своих макушках крупные соцветия хризантем этой мгновенной теплотой тронули мою изболевшуюся душ тишина наконец я ощутила ее и своей душе твоя потеря как острое лезвие ножа всяк раз пройдясь по моему сердцу визгливым скрежетанием изматывает надвинувшись она лишает меня смысла жизни притупляет желание творить ступать надавливая своей закостенелой беспощадной хваткой на мою грудь отбирает возможность свободно дышать и вот наконец вдруг эта тишина она такая густая непроницаемая поглотившая не только звук но даже и движение лишь изящное колыхание тончайших витых зелеными листами побегов хризантемы дает понимание что остановилась лишь я а жизнь бытие продолжила свой ход бесконечное постоянное неугасимое следование жизнь она даже не приметила что тебя не стало люди все также существуют они любят смеются целуют им нет значение что подли них совсем рядом может всего в шаге застыла я каменели мои чувства смолкла не в силах более стонать моя душа тишина ветра нет его совсем нет потому по-видимому и правит но не в природе это атишье а вместе с ним посмотрела небо оно уже не лазурное не голубое оно перекрасилось свинцовые тона и впитала в себя до то ли гулявшие по нему белые пухлые барашки облаков но похоже тоже затаилась и принялась неспешно мало по малу набухать переполняясь водами жаждая в мали потоками холодных стылых слез и злить их на того с кем сроднилась на кого смотрит от начала своего рождения творение кого считает своим сокровником а может быть даже супругом в некотором удалении от куста хризантемы притихла яблоня мощное дерево с высокой кроной словно протянувшие в молитвенном подношении к небесам свои ветви она уже впрочем сбросила себе всю листу и теперь опавшая обездоленная побуревшая с изломанной как у меня судьбой листва укрыла корни того кому пожизненно была верна за эти годы яблоня состарилась кора и и порепалась подурнела покрылась витиеватыми трещинами узкими язвенными безобразными оспинками местами наружный покров на ней вовсе вспучился точно дерево желала скинуть с себя оболочку снять сбросить как порченную одежу чтобы менять на новую я бы тоже я бы тоже хотела скинуть себя свою кожу что сцепилась спаялась твоей и тем самым облегчить то давище душащее меня состояние или то не поможет не спасет не принесет облегчение ибо я до сих пор ощущаю на себе твои нежные поцелуи до сих пор чувствую каждой клеточкой своей плоти твое прикасание и до сих пор до сих пор не прекращаю тебя любить думать о тебе скучать за тобой теперь оцепенелый куст хризантен может услышав мои причитания и не в силах их сносить а может корзинки соцветий просто меня не поняли ведь им присуще целостное постоянство смена рождения и смерти пробуждение и сна обладая той неделимостью они затихнув на зиму снова энергии всколыхнуться весной выбросят зеленые побеги и листы наберут цвета так как сутью их сердцевиной оплотом являются корни они не могут существовать без своей половинки немедля зачахнут погибнут не то что я я человек корни корневище мои кажется еще живы не перерублены и по-видимому продолжают расти плодоносить хотя они и являются моей сердцевиной моим оплотом плечом половинкой в этой тишине осени такой властный где пухнет от влажности свинцовое небо мечтает о смене одежи яблони и малозаметно вздыхает куст хризантин днесь погасли звуки не слышно даже птиц насекомых воронье как вечный предвестник туманного марева из заморозков мудрые и единожды приносящие в своих окриках грусть птицы вторе моей души и царящему атишью смолкли и верно с тем бесшумным полетом утащили за собой мотивы песен всех мелких творений что наполняли до толь мироздания ощущением нерушимого бытия еще вчера светившее солнце долгими своими лучами поигрывала коричнево-пурпурными крыльями бабочки и с тем приветствовала степенно додвигающиеся похолодание похолодание которое теперь несомненно принесет собой это тишина тишина такая густая и вместе с тем чистая с хрустальным перезвоном леденеющего прямо на глазах воздуха с легким колыханием зеркальной паутинки последний отпущенный на вольный полет зацепившийся за кончик моего руслого волоска и самую толику огладивший своим живым трепетом мои уста а куст хризантем не просто перестал кланяться мне своими соцветиями он вроде как весь напрягся каждый его тончайший угловатый лепесток собранный в крупные корзинки цветка может они желают схорониться от моей боли и перст ласково голубящих их розоватую гладь мягкий аромат вспененный моими пальцами наполнил все пространство около меня и напомнил тебя всколыхнув былое ушедшее что более никогда не повторится не коснется меня и даже не пройдет мимо боль никогда не утихнет не погаснет не окаменеет лишь иногда наступит осеннее атишья которая принесет глоток чистого воздуха придающего силы не отпускающие а только дарующие возможность забыться забыться на миг морг минут не более того и в этой природной мудрой и безлетной тишине оценить потерянное пережитая и остающиеся родственным лишь с тобой связанным сцепленным с тобой моим первым мальчиком юношей мужчиной супругом переплетенная скованная с твоим смехом улыбкой глазами с твоей жизнью и с тем что более никогда не наступит все все могло быть поколь ты жил дышал ходил поколь стучало твое любящее любимое сердце дарящая радость то сейчас все ушедше в том что было и что никогда более не возвернется ибо есть нечто много мощнее любви чувств сильнее нас что разрушает и губит опустошает и ломает что наступает ожидаемо и одновременно внезапно и приносит собой тихий стол и раскатистый вой тишина она проникла теперь и в год меня она заглотнула мои органы наполнила собой текущую по венам кровь она заполнила собой мою суть что люди зовут душой и неожиданно качнула вправо влево когда прежде того колыхала побегами хризантемы цветка что я посадила до твоей смерти в той иной прошлой моей жизни как теперь я поняла такой счастливой жизни тишина осень точно предвестник вековечной грусти тоски и кручины взяла в полон мой край мой двор мой дом мою душу и не только боль но и умиротворенность и я наконец выдохнула раскатистым и продолжительным может быть ожидательно чтобы непременно чтобы непременно хватило сил перед новым вздохом рывком движением без тебя и и теперь уже вечно без тебя